Добрый вечер, это программа «Археология. Вторник. Археология. Человек». И, как всегда, в эти дни мы занимаемся архетипами, мифами и архетипами. Вот раскапываем различные российские стихии. Говорили мы в своё время о водке, говорили о грязи, говорили о коррупции. Вот в прошлый раз поговорили мы о зле с Виктором Ерофеевым. По-моему, такая любопытная и довольно беседа была. «Русские цветы зла», «Стихия зла». И я хочу сейчас поговорить о стихии смеха, о смеховой стихии. О том, как Россия относится к смеху. О том, как Советский Союз относился к смеху. О том, как в нынешней России обстоят дела со смехом. И, вы знаете, я не могу представить, пожалуй, лучшего гостя, чем тот, который сидит передо мной. Я даже не знаю, как представить его. Писатель, сатирик, телерадиоведущий, правозащитник, лидер общественного мнения. Но, вы знаете, мне кажется, что вот такое вот, не знаю, как вам, понравится, не понравится это слово «пересмешник». Человек, который, так сказать, работает с разными текстами, контекстами, и их постоянно оборачивает. И вот такая вот уникальная роль, может быть, на полях культуры, но очень важная для культуры. У нас в гостях сегодня Виктор Шендерович. Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. Как вам вот это вот определение пересмешника? Пересмешник хорошо, только убивать надо пересмешника. Да, да, вот я хотел сказать, да, да, без этого. В русском языке, да, в русском языке первое, что приходит в голову, по крайней мере, приходит в голову нашему поколению, для которого это была культовая книга вполне себе. Да. Ну вот хотел с вами поговорить о смехе. Во-первых, ну что такое для вас смех? Это некий способ мировосприятия? Это реакция, это естественная человеческая реакция. Вот перед мной стоит стакан воды, если в него бросить щелочь, то он начнет бурлить, брызгать, да. Это реакция. Сам по себе вот стаканчик стоит, смирный кусочек, щелочи можно рядом положить. Совместишь, начинается реакция. Вот смех — это реакция интеллекта на жизнь. Если мы говорим об интеллектуальном смехе, если не о том, который в классификации райкинской старой от щекотки, а если мы говорим о смехе, да, который дитя души и ума, то да, это вот такая реакция, защитная реакция в значительной степени, конечно, защитная реакция. Это очень, ну, прежде всего, это действительно стихия. Это прежде всего стихия. Это то, чем невозможно управлять. Человек, и именно это создает тот эффект, о котором, в общем, писал и Гоголь, что смеха боится тот, кто ничего не боится. Потому что управлять можно, можно управлять империями и строить по стойке смирный, класть вниз лицом. Но ты смешон. Да, нельзя управлять реакциями. Да, нельзя, нельзя запретить человеку хмыкнуть, да, рассмеяться, расхохотаться. И в этом смысле, чем безнадежнее политическая действительность, я уже перехожу к России, причем к такой метафизической России, вполне себе, значит, до всякого Путина, да, чем трагичнее и безнадежнее жизнь в России, тем блистательней и космичней юмор. Потому что трудно себе представить люксембургского сатирика. Вот да, я как раз хотел спросить, как реакция на реальность? Ну, зависит от некого качества, от свойств реальности. То есть есть реальность более, так сказать, смехотворная и менее смехотворная или любая реальность смехотворна? Нет, ну, значит, как давно сформулировано комическое внесоответствие. Аристотель, да, сформулировал, да? Дальше это несоответствие везде, конечно, оно есть. И есть над чем смеяться и в Люксембурге. Но для исправления действительности в некоторых, скажем, европейских, допустим, странах существует такая вещь, как демократическая политика, смена власти, парламенты, суды, выборы честные и так далее, и так далее. Поэтому какие-то дефекты, конечно, там есть блистательные сатирики. И Джон Стюарт отсыпался на Джорджа Буша старшим, на моих глазах, потом на Джорджа Буша младшим, на Обаме отсыпается, и будет отсыпаться на следующем, да, дай ему бог здоровья. Но они меняются. Смех выливается, смех над администрацией, в частности, в исполнении блистательного Джона Стюарта, выливается, в конечном счете, в смену этой администрации. И поэтому этот смех, в общем, достаточно веселый. Потому что понятно, что Джон Стюарт навсегда, а вот эти, которые в Белом доме, вот он посидит, да и уйдет. Поскольку в нашем случае все, собственно, ровно наоборот, что тот, который пришел и окопался у власти, вот он такие навсегда, по русской традиции, и по пальцам исключений, когда при жизни уходили. Ну да. Значит, поэтому смех носит совсем другой характер. Поэтому появляется свифт у них тогда, когда нельзя было поменять власть, а у нас появляется Салтыков, Щедрин, а у нас появляется и так далее через запятую. Огромный пласт, мощнейший пласт сатиры русской, совершенно неподражаемый и занимающий гораздо большее место, чем французская сатира современная, да, или там 19 века. Потому что там это носит довольно прикладной характер. Посмеялись и пошли дальше. А здесь именно поскольку ничего не меняется... Какой-то смех экзистенциальный характер принимает. Вы знаете, вот вы очень интересно сказали, действительно, Аристотель, комическое в несоответствии. Я думаю, что Россия в очень большой степени страна несоответствия, несоответствия заявленного, несоответствия знака и реальности, да, заявленного и реального. Вот этот зазор, да, то, что в России семиотическая реальность настолько сильна, настолько велика, оно, может быть, в каком-то смысле делает Россию одной из самых смешной стран мира. Тут несколько страстут тем. Во-первых, Россия... Во-первых, русские вслед за евреями, думаю, можно назвать народом книги. Потому что это занимает невероят... Только в еврейской традиции это одна книга, да, а здесь можно сказать, что так много значит, да, поэтов в России больше, чем поэт, писатель больше, чем писатель. Письма, которые пишут Толстому, Чехову. Письма с просьбой о помощи, с просьбой разрешить последние вопросы по Достоевскому, да. Место писателя в России традиционно это не место билетриста, да. Что такое писатель во Франции? Ну, в основном, это билетрист. Потому что судебные дела решаются в суде, выборы на выборах, да. Ну, да, для разговора о душе есть священник. Да, для разговора о душе есть священник. Да, а для билеттер, да. А вечером пришел, взял книжечку и почитал о любви или что-нибудь веселое, развлекательное. Да, билетристика. Какая тут у нас билетристика? Толстому писали не о билетристике, Чехову, да, Достоевскому не о билетристике. Последние вопросы надо решать. И никто, кроме литературы, в России этим не занят. И сегодня, и сегодня, посмотрите, какая мощная литература, да, какие замечательные тексты. Сколько хороших писателей сегодня работает в русском языке. В чем не только билетристика. Я думаю, это вообще не только литература, а как бы словоцентричность всей российской традиции, логоцентричность. Я даже думаю, как-то по другому поводу, по-моему, мы говорили о меню в российских ресторанах. Они абсолютно литературные. Они читаются как литературные тексты. Если на Западе, где даже в хорошем ресторане подают листок, где называется блюдо, у нас какие-то литературные аллюзии. До цены иногда не удастся дойти. Просто зачитаешь. Да-да-да, там 10 строк на определенные огурчики по-старомосковски, с грибочками по-барски, с котлетой по-гоголевски. Обратите внимание на суффиксы. Уменьшительные, да. Это уникальный язык еще. Уникальный по пластике. Суффикс меняет значение слова. Потому что огурец это сельскохозяйственный продукт, а огурчик это закуска. Да, вот то, что вы сказали. Это такие подробности немыслимые, которые, так сказать, объяснять иноземцу, да. Не случайно в русской традиции немец, да, ведь это не тот человек, который говорит по-немецки, это немец, он не разговаривает. Да, да. Человек, который не разговаривает на русском языке, он немой, он не понимает. Во всех смыслах и немой, и немой, не наш. А вот как вы, знаете, заметка на полях, немножко в сторону от нашей темы. Но вообще меня очень волнует то, что в последнее время какая-то эпидемия уменьшительных суффиксов. Денежку, идите заплатите денежку. Вот, вам там... Это нормально, это нормально. М-очку или элечку размеры, что-то вот. Вот это вот какая-то абсолютная распространение этих суффиксов. Тут, да, тут можно говорить о большем или меньшем, так сказать, обязательности такого, но язык невероятно разнообразный, пластичный, одно и то же можно сказать пятьюдесятью способами. Об этом Бродский говорил, что грамматика устроена так, что пока предложение не закончено, ты не знаешь, про что оно. Да, в английском языке, поскольку точно есть порядок, да, подлежащий сказуем, да. В конце предаточного может обнаружиться то, ради чего говорилось это предложение. Это в большем смысле пойди туда, не знаю куда. Это невероятно пластичный язык, и это действительно богатство, это такая радость, которой мы радуемся. И играемся ею те, кому это дано, и от рождения, и кто воспользовался этим правом. Это было замечательно. В записных книжках у Давлатова есть запись. Какое счастье, я знаю, русский алфавит у него есть. Ну, то есть, да, и русская действительность, и русский язык — это эльдорадо для юмориста и сатирика. А вы в какой момент ощутили в себе вот эту вот юмористическую вот эту вот жилку, вот этот вот, я не знаю, осколок зеркала такой, который заставляет вот так вот критически линуть на реальность? Уже в детском саду, может быть? Нет, в детском саду не было. Вы пишете в автобиографии, так сказать, вот этих отравлых, детский-детский сад, школа, армия. Не было оснований для... Ведь сатира — это всегда конфликт. Сатирик появляется там, где появляются счеты с окружающей действительностью. Сатирик заряжается на конфликте. Чем Джером отличается от Свифта? Степенью конфликтности с окружающим миром. У меня было очень благополучное детство, и не было оснований никаких для того, чтобы я пошел в статистическую сторону. Я был мальчик из хорошей московской семьи, с совершенно благополучным детством. Оно было бедным, конечно, и нищим по нынешним временам, но на мне это никак не отражалось. Это я все понял потом. Ну и счастливым себя чувствовали. Да, я был, конечно, счастлив. Любили советскую страну? Погодите про советскую страну. Я сначала скажу, что вот как раз, когда я вернулся из армии, а мне уже было к этому времени 24-24 года, вот армия для меня была переломным моментом. Появился конфликт. Я вдруг понял, в какой я стране живу. То есть первое столкновение серьезное с действительностью в армии. Конечно, конечно. Уже после института. Благополучнейшая. Табаковская студия театральная. Понимаете, когда в возрасте 17-18 лет ты знаком, извините, с Акуджавой, с Кимом, где Высоцкий приходит вокруг от Эфорса до Питера Брука, и круг общения театров, кино, художников и так далее. И педагоги Табаков, Дразнин, Райкин, Леонтьев, Фокин. Ныне уже в общем классики, а иных уже и нет. Конечно, это абсолютно благополучный такой мальчик из хорошей московской семьи. И потом вдруг, вот лицом от действительности. Из армии я вернулся в некотором смысле сатириком и начал писать, уже появилась, собственно, интонация. Писать-то я раньше писал такая нормальная юношеская графомания, стихи, 15-я производная Пастернака. То есть что-то читал и думал, что я так же могу и писать. А личного опыта не было. Вот появился личный опыт, и вместе с ним появилась интонация. Довольно ядовитая. И, как всегда, сам-то себя не видишь. И я, скажем, еще до армии, я пытался, ухаживая за девушкой, поражать ее своей лирикой, такими стихами. И как-то что-то не получалось. Как-то спокойная, интеллигентная девушка относилась к моим стихотворным попыткам. А пару раз что-то такое вот, то, что называется на коленке, веселое, что-то писалось в компаниях. И вдруг обнаруживаешь, что смеются почему-то. Вдруг выясняется то, что ты на супе в брови выдавливаешь из себя что-то глубоко лирическое, что это никому даром не нужно. И что ты абсолютно пишешь банальность. А когда ты как-то реагируешь в легкую, вдруг это получается. Мне снаружи начали говорить, потому что та же самая девушка сказала, слышишь, а вот это вот ничего. Да ну это я левой ногой делаю, это мне неинтересно. Я же вот куда, я же на парнас хочу. Вот, и потом это прошло, в какой-то момент я понял, где я, где мое. Начал писать. Первые люди, которые сказали мне, что я занимаюсь своим делом, в общем, это уже мне было под 30 лет, в толстых журналах московских, это уже была середина 80-х, где мне говорили, осторожненько говорили, пишите, пишите, ничего, симпатично. Но печатать, конечно, еще не могли. Скажите, а в семье как-то? Вот я к чему сейчас подвожу? Мне очень интересно, в какой степени, вот скажем, еврейский компонент здесь играет? Вот вы говорите, Россия и евреи, два народа книги. Почему так много среди юмористов евреи? Есть какое-то вот понятие еврейского юмора, еврейского взгляда на вещи, который дает так по-особому понять и словами выразить российскую действительность? Как-то Леву Новоженову задали этот вопрос, и он со свойствами меланхолии спросил, ну а почему среди баскетболистов так много негров? Ну что-то в природе, значит, располагается. А в еврейской природе, наверное, располагает лука у Горького в надне. Говорит, дедушка, что ты такой мягкий? Мяли много, отвечает, от того и мягкий. Вот мяли много, мяли много. И опыт противостояния, о котором я говорил, в случае с еврейским народом, носит такая глубина этого противостояния миру, да? Выживание, противостояние. Приводит к вербализации протеста. Приводит к самоиронии. Потому что нельзя выжить на десятки тысяч лет прожить и выжить, не имея иронии. Самоирония, трезвость оценки, умение рассмеяться над собой. Это высшая степень рефлексии, я думаю. Не ирония, а самоирония. Это самое ирония. Конечно, над другим. Знаете, человек, который смеется над тем, что кто-то рядом упал в лужу, это не чувство юмора. Человек, который способен рассмеяться над тем, что он сел в лужу. Вот это класс. Ну да, это называется вторая степень рефлексии. Ты выходишь, ты глядишь на себя, наблюдающего объекта. Конечно, конечно. Ты способен увидеть себя не влюбленными глазами, а ироничными. И в этом смысле, конечно, некоторый еврейский опыт, он располагает, он весь, собственно говоря, если одним словом попробовать объяснить этот еврейский витамин, то это будет, наверное, слово рефлексия. Это очень распространенная вещь. Дальше другое дело, что это совершенно не гарантирует никакого художественного результата. Еще нужно, чтобы Бог тебя поцелал в темечко. И чтобы ты нашел свое место, нашел свою интонацию и так далее. Но, скажем так, это, конечно, предрасположенность к этому какая-то есть. Я вообще думаю, что самое счастливое для писателя это вот этот стык вот этого еврейского витамина, печального, печально-иронического, да, с возможностями русского языка. На выходе дают Ильфа, Бабеля, Жванецкого. Да, это, значит, ну, по крайней мере, способствует этот витамин. Конечно, способствует. Хотя, когда говорят о каком-то национальном еврейском юморе, нет, я не думаю, что это делится именно так. Нет, конечно, нет. Ну вот интересно, вы заметили, я сейчас думаю, мне кажется, что и евреи, и русские обладают этой уникальной способностью смеяться над собой. Потому что вот что я очень люблю в наших анекдотах, в русских анекдотах здесь, это большое количество ситуаций, в которых русский проигрывает. Жесткий. Вот, скажем, так сказать, неожиданно, да, вот, скажем, американцы там, даже ирландцы так про себя не рассказывают анекдоты, так сказать, они вот сталкиваются, там, бельгийцы с фламандцами, там, я не знаю, англичане с французами. Я не думаю, что мы знаем. А русский проигравший. Вот, вы знаете, вспомню такой, я люблю анекдот Медьков, когда там тонет, плывет корабль, тонет женщина за бортом, вот, ну там выходит американец, говорит, я спасу эту женщину, такой весь мускулистый, белозубый, прыгает в воду и падает, и тонет. Да, женщина там, 50 метров проплыв, выходит француз, такой галантный, с усиками, говорит, я спасу эту женщину. Прыгает в воду, проплывает 100 метров и тонет. А до женщины еще чуть-чуть. Ну и, наконец, выходит русский, откуда-то из трёма такой весь в телеке занюханный, да, говорит, где женщина? А, давайте, спасу. Прыгает за воду и тонет сразу. Вот, я не могу представить, да, какая еще нация сможет так и себе. Во-первых, смешно вот по технологии смеха, если пытаться стихию описывать, да, в технологических темах, это то, что называется на противоходе, потому что ты думаешь, да, как бы по ходу анекдота, да, что он должен спасти, а вон тонет сразу. Это на противоходе, это классический прием. Замечательно то, что это так самоиронично. И как раз это самоирония и дает некоторые, мне кажется, шансы на выживание. Да. Если я кого-то боюсь, знаете, это моя учительница первая, а я младший сын, у меня старший брат, который только закончил там начальную школу и пошел в четвертый класс, а тут привели меня, а он такой флегматик, спокойный мальчик. И мама готовила учительницу к разнице братских темпераментов. Она говорила, Витя совсем не такой, он непоседливый, не слушается, и тогда что ей придется трудно со мной, труднее, чем с Сережей. И учительница ответила великой фразой. Она сказала, старенькая учительница, она сказала, Иночка сказала на моей маме, я ведь только дураков боюсь, я больше никого не боюсь. А вот я боюсь страшно, каких дураков? Серьезных, насупившихся, торжественных дураков. Торжественный дурак – это катастрофа. Дурак с мессианским уклоном – это все, это сливай воду. Вот я боюсь этих вот дураков с мессианским уклоном. Я боюсь людей, и когда нацию отдаливают люди с мрачным мессианским взглядом, да, вот это просто такого щедрина сразу, да, вспоминаешь Угрюма Бурчеева и так далее. Тех, которые ломят вперед и сносят все на своем пути. Боюсь, что в последнее время особенно много их появилось. Одолевают, одолевают. А сейчас еще с сильнейшим, так сказать, церковным уклоном. Ну вот об этом ближе к концу поговорим, о нашем новом деле Дрейфуса. Да, да, да. А Буси Райт. Говоря о сатире, есть у вас какие-то, ну не образцы, но любимые сатирики? Я не знаю, как, например, Свифт, если брать английскую, или у нас Гоголевская, Щедринская традиция. Ну, понимаете, тут такие залежи. Если назвать одного, то это очень трудно. Это очень трудно. Ну, наверное, все-таки стоит, если бы вы жестко ограничили одной фамилией, я бы сказал Гоголь. Конечно, конечно. Совершенно немыслимая интонация. Совершенно вот иррационально, прекрасно, с таким, вот так использован русский язык. Собственно, он родился в каком-то смысле, вот как он родился на Пушкине, появился новый русский язык. Он появился еще какой-то новый русский язык, конечно, на Гоголе. Потому что то, как написаны мертвые души, это такой уровень языка, такие возможности языка, которые совершенно... Гоголеву оживил, мне кажется. Пушкин создал, написал нашу азбуку, нашу грамматику, да, а оживил язык, все-таки, я думаю, Гоголь. Не, ну... Обернул он, заиграл... Он заиграл новыми обертонами, конечно, конечно. Но возможности использования даже простых слов... Есть пара мест в мертвых душах, где каждый раз у меня начинается смеховая истерика. Собакевич, который доехал осетра, какие-то 15 минут, доехал осетра. Вот глагол «доехать», простой глагол «доехать», вдруг пристроенный к этому процессу, к Собакевичу, который доехал осетра, вот это вот та самая щелочь в воду. Ну, обычный же глагол, ничего же нету в нем смешного, да? Ну, конечно, Гоголь. Но, а дальше через запятую начинается, ну, вообще русская традиция, там, ну, имен 10 первоклассных, просто таких, которые стали бы гордостью первым номером любой литературы, кроме русской. Ну, я, знаете, я не думаю, что если бы никого не было, а появился бы просто Булгаков, да? Ну, например. Ну, и вообще вся генерация там, и Аверченко, наверное. Аверченко, Дорошевич. Дорошевич, блистательный, опять-таки создавший свой язык. Ну, Ильф, который что-то невероятное произвел со смеховыми возможностями языка. Эрдман. Эрдман. Ну, вот, понимаете, через 25 лет человек написал пьесу, он начинал как Гоголь, его просто сломали, конечно, сломала матушка советская власть по-настоящему, запугала, сломала и растоптала. Но в 25 лет он начинал-то повыше, чем Гоголь. Гоголь-то в 25 лет писал похуже. Он уже что в 25? Самоубийца? Самоубийца. Самоубийца уже в 25, да? В 25 лет написано самоубийца, да? Это беспрецедентная литература, я могу сказать. Вот я не знаю, сколько еще литератур, где можно через запятую вот такие имена, да? Да, самоубийца, я сейчас думаю, она какого-то высшая проба вещь, потому что она уже выходит в такой онтологический план. Она вообще о существовании, об абсурдии человеческого существования. Да, 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 да. И там плачут впрок, плачут все Беккеты уже, там плачут в Эрдмане. Нет, нет, о чем говорить? Из-за иноземной литературы, ну, конечно, там Свифт, конечно, Свифт с большим отрывом путешествия Гулливера и Филитоны, совершенно блистательный. И это вот та самая желчь, такая медицинская, в чистом виде. Ну вот интересно, вы знаете, вы сейчас говорили о Гоголе, я подумал, потому что многие сатирики, в них вот этот вот желчный компонент очень сильный, а у Гоголя его нет. Это какая-то сатира, которая сама выпивается из языка, а человек с таким незамутненным детским сознанием, который хочет взглядеть такими, так сказать, романтическими глазами и поет, что видит. Ирония не противоречит лирике. Я проповедовал любовь враждебным словом отрицания, как скажет там позже Некрасов. Это просто знак, модуль, это любовь. Просто это хорошо сформулировал уже позже Фазиль Искандер, он так и сказал, сатира — это оскорблённая любовь. Вот обязательно должна быть любовь. Когда есть это чувство лирическое по отношению к родине, к жизни, тогда появляется настоящая сатира. Когда этого чувства сильного нет, то мы имеем дело с аншлагом в том или другом, так сказать, варианте. Ну, шутка лучше, шутка хуже. Тут даже может быть что-то смешное, но это такие разовые случайные удачи. А Гоголь появляется там, где есть, конечно, слеза. Это классика русская. Из того, что меня сильнейшим образом на меня повлияло, кроме русской литературы и русской советской в том числе, разумеется, по Искандера, Жванецкого и Горина включительно. Из западной литературы, условно западной, Станислав Ежелец, великий польский афорист, которого мы можем читать своим, он родился-то во Львове, собственно говоря, да, и в городе трёх империй. Поразительное совершенно. И это то, что сформировало сильнейшим образом меня, потому что желание написать коротко, вот как у многих есть желание написать там роман, что-то большое, значительное, вот после Ежелеца, Дорошевича, вот они сформировали во мне, по крайней мере, устремление писать коротко. Давайте изъясняться сжато, говорил Ежелец, чтобы закончить фразу в той же эпохе. Вот это желание коротко и ещё короче, в идеале два-три слова. Гениальный афоризм и лучший афоризм Ежелец — это три слова, неграмотные, вынужденные диктовать. Вы знаете, сейчас о Польше заговорили, я вспомнил другого, в общем-то, очень комического писателя, но невероятно многословного, Витальд Гамбрович. Мне это не так близко, но вообще польская традиция... Да, его дух вот этот вот юмористический совершенно, да. Смотрите, Польша, она же была нашим дозволенным окошком. Шпильки, Пшикруй, да, это вроде бы социалистическая страна. Кобета и Жича, да. Да-да-да, вроде бы наши, да, а не наши. Но в это окошко было дозволено заглядывать. Всё-таки поляки, да, как Высовский пел, из наших, из поляков, из славян, да. И было дозволено туда заглянуть. И, конечно, это очень сильная польская, желчная, ироническая. Это особая школа, парадоксальная, да, драматургическая школа, мрожек. Совершенно грандиозно, конечно. Ещё, кстати, один пример. Нация, которая была постоянно под давлением, да, и сформировала такую сильную... Именно поэтому. ...сильную традицию юмора и смеха. Именно поэтому. Именно эти три раздела, именно постоянная оккупация, в которой Польша жила половину всю свою жизнь, да, между империями, разорванная, да, именно это создаёт такое острое противостояние. Если нельзя ничего сделать с этими империями, то ведь можно про это пошутить. И они шутили так, что мало не казалось. И в этом смысле, конечно, мы... Вообще мы с Польшей... Россия с Польшей выходит за тему юмора уже далеко. Но мы друг друга глядимся-то как в зеркало, да. Две империи, две большие империи, просто графики не совпадают. Но мы друг другу как в зеркало глядимся. До головокружения. Но у Польши, я думаю, всё-таки побольше прививка свободы была. Начиная со шляхты. Да, да, да. Другая история. Но вот эта тема, имперская тема, которую мы считаем своей, ей были и есть ударенные и в Польше. До сих пор есть ударенные. Ну да, да. Конечно, конечно. Это имперская тема, да. Польша от Балтики до Чёрного моря. Они это всё тоже... У них эта отрубленная нога тоже болит, как и у нас. Они же сейчас под чемпионат мира был вот этот вот польский несуик. Помните, когда с маршалом Пилсудским вышел вот этот их футболист в главной форме Пилсудского? Да, да, да. То есть это всё, эти фантомные боли. Не надо думать, когда мы говорим о нашей уникальности, нашей истории. Надо понимать, что любая история уникальна. Любая история уникальна. И всё было, как предупреждал один старый еврей. Всё было. Ну, то есть подходим мы к тому заключению, что смех всё-таки русская стихия. И я думаю, далеко не случайно, что одна из самых глубоких теоретических работ о смехе, о смеховой стихии Бахтина, была именно у нас создана. И когда, заметьте, да? В 37-м году, в 38-м году. Вот это вот. Самое время смеяться. Да, да. А вообще, вы знаете, я... Удивительное совпадение. Это не совпадение. То есть не совпадение, а закономерность. Закономерность, да, да. Это в чистом виде закономерность. Есть классическая легенда про то, как Тамерлан пришёл под стены горда, разорил, сжёг, да, и люди заплакали. Он пришёл второй раз, сжёг, и люди зарыдали. А когда он пришёл в третий раз, они рассмеялись. Это очень точно описывает психологию человека, его реакцию. В какой-то момент всё, начинаешь смеяться. Начинается вот такая... Это отчасти истерический смех, конечно, но я коллекционирую историю страны. Историю страны я готов описать анекдотами. И настаиваю на том, что это самое точное описание, оно точнее любого краткого курса. Потому что скажи мне, что смешно, и я скажу тебе... Смешно то, что правда. Замечательно формулировал мой учитель, человек, который вернул фильетон в русский язык после 30-летнего обморока. Леонид Лиходеев был такой. Да, конечно, да. Мне посчастливилось его немножко знать и даже носить ему свои листочки. И вот однажды, когда я принёс ему, значит, свои листочки, это были 80-е годы, и это был семинар, и мы читали эти листочки, пытаясь рассмешить друг друга на этом семинаре. Удавалось это с трудом. И потом Лиходеев сказал, дайте сказать свои листочки. Вот смотрите, вот вы читали вот это. Вот тут смеялись, а вот тут нет. И вот тут нет. А вот тут смеялись. Почему? А я не знал, почему. И он сам ответил, потому что это правда, а это нет. А смешно то, что правда. Вот эта формулировка смешно то, что правда. Шарж, если ты рассмеялся на Шарж, значит, похоже. Значит, похоже. Смех признаёт правоту. Вот очень важный момент. Вот ещё почему его боятся. Смех фиксирует правоту. И в целом может показать стопроцентную поддержку. Но если люди смеются на анекдот о коррупции, про Путина и Медведева, смеются в голос, то вот тебе и весь рейтинг. Это истинная вещь. Нельзя заставить человека засмеяться. Немножко иначе об этом сказал Набоков. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как он сказал, что смех это затерянная в мире маленькая обезьянка истины. А, да-да-да-да-да-да-да. Замечательная формулировка. У меня была формулировка просто застрённый вариант правды. Шутка застрённый вариант правды. Вот и всё. Да, обезьянка истины. Про одно и то же. Про одно и то же. Это правда. Поэтому это смешно. Так вот, про анекдоты. Да. Смотрите. Можно описывать 90-е годы разными способами. Диссертации писать. Это всё будет интересно и правильно. Очень интересно почитать. Два анекдота про Ельцина, в которые, на мой вкус, уложился весь политический путь Бориса Николаевича. Анекдот 90-го года. На съезд народных депутатов входит группа автоматчиков в масках. Ельцин здесь. Все говорят, да, вот он, вот он, вот он. И автоматчики говорят, Борис Николаевич, пригнитесь. Это анекдот 90-го года. Всех покрошить к чёртовой матери, этого оставить. Надежда. Надежда. Если одним словом. Анекдот 98-го года. Ельцин выходит из церкви. Какая-то бабушка. Подай, Борис Николаевич. Он говорит, как я тебе подам бабку? У меня ни меча, ни ракетки. И вот 8 лет, да, и между этими двумя анекдотами всё разочарование 90-х, да, все эти дефолты, войны, да, все эти укладывания на рельсы, да, всё это, да, весь этот позор мелкий и немелкий, да, всё это уложилось в пространство между надеждой первого анекдота и желчью и безнадёгой второго, неадекватной, вот, да. Но при этом, мне кажется, сам Ельцин обладал таким специфическим чувством юмора. Грандиозным. Грандиозным чувством юмора обладал. А Лукашенко говорил, сам говорил Лукашенко, будущий человек большого ума, он рассказывал, что я Ельцину говорю, ты мой старший брат. Он отвечает, только ты никому об этом не говори. Просто грандиозно, по-моему. Очень смешно. Нет, у него было своеобразное, тяжеловатое такое чувство юмора. Конечно, было, конечно, было. Ну, он вообще был крупная, крупная фигура. Крупная фигура. Что позволило ему переносить нас, например, да, программу куклы. И огромное количество кусачих, так сказать, людей, которые чего-то только про него не писали, чего-то только не говорили. Но он был, по ощущению, царь, он был крупная фигура, которая позволяла к этому относиться, ну, как положено относиться к крупному человеку. Чего остается только пожелать всем другим руководителям Российской Федерации. По-следователям. О других руководителях Российской Федерации и вообще о смеховой изнанке нашей реальности поговорим после небольшой паузы. И снова добрый вечер. В эфире «Археология». Говорим сегодня с писателем Виктором Шандеровичем. Говорим, о чем еще с ним можно говорить? О смехе. О смехе. О смеховой. О смеховой изнанке. Ну да, да, ну не знаю. Мне кажется, для меня это как бы знак качества высшей пробы, когда с человеком можно говорить о смехе. Причем именно так рефлексивно говорить о смехе. Не на уровне анекдотов, а на уровне понимания и механизма этого анекдота. Ой, это очень интересная тема. Почему смешно? Это самый очень простой вопрос, на который бывает невозможно ответить. И самые гениальные шутки, конечно, это иррациональные. Это то, самый лучший анекдот, это тот, где ты не то, что не понимаешь развязки. Ты не понимаешь даже, где взорвется. Вот за секунду ты не понимаешь. Есть анекдоты, которые, знаете, как самолет летит, да, вот в бомбометане. Да, он уже там заходит на эту петлю, ты уже понимаешь, куда он будет бомбить, да, в какую точку. А лучшие репризы, это когда это вдруг спонтанно возникает, и непонятно, как это можно было сочинить. Как будто это родилось само почему-то. Вот такой иррациональный юмор, это я, ну, со священным трепетом к нему относишься, потому что когда работаешь с этим, и когда смешное является предметом труда, да, и ты, конечно, ты понимаешь, какая-то технология есть. Но эта технология ничто по сравнению с вот каким-то вольтом, который выкидывает язык. И, конечно, ждешь вот таких вот, вот такого вольта. И в книге ждешь, и от собеседника. Ну вот мы говорили о юморе Ельцина. Вообще вот интересно посмотреть юмор правителей наших. Мне кажется, у Сталина тоже был своего, вот если возвращаться к этой бахтинской теме, да, так сказать, 37-й год и одновременно книжка о Рабле и то, что происходит страшный террор, да, как своего рода такое раскрытие народной смеховой культуры. Но у Сталина же тоже, да? У Сталина было своеобразное чувство юмора, безусловно, безусловно. От этого не легче, значит, объектам. Но, конечно, знаменитая история про то, как ему генерал Поликарпов, кажется, железнодорожник, которого поставили руководить писателями, пришел жаловаться, значит, на писателей, потому что с железнодорожниками он справлялся, а тут у всех какие-то, значит, гражданские жены, все пьющие, все какие-то странные и так далее. В общем, ему с писателями было тяжелее, чем с железнодорожниками. И он пришел жаловаться Сталину, и Апокрив говорит, что Сталин ему ответил, у меня нет для вас других писателей. Это, конечно, определенное чувство юмора было. Но я думаю, что тут не так важно и не так интересно говорить о чувстве юмора того или другого фараона, а о том, как складывается юмор времени, как дыхание, как народная реакция на происходящее, вот на ужас, как возникают частушки, как возникают, как рефлексируется пафос. У Ежелеца есть замечательная фраза, иногда ирония, пишет он, вынуждена восстанавливать то, что разрушил пафос. То есть все как бы наоборот. Ирония воспринимается как нечто разъедающее, а ирония на самом деле созидающая, это минус на минус. И когда вот эти горы пафоса и ирония позволяют как бы вернуться в разумную систему координат из пафосной. И в этом смысле роль частушки анекдота, она все время возвращала людей в нормальную систему координат. Ну это тоже то, как раз о чем и писал Бахтин, народная смеховая культура. Конечно, конечно. Вот, карнавал как. Но все-таки разница в том, что вот он писал западный карнавал, мне кажется. Западный карнавал, он все-таки поставлен в рамки. Да, там есть определенные вот эти вот недели фашинга, да, этого карнавала. Там, венецианский, неважно какой все эти. И культура дальше течет по своему привычному руслу, так сказать, отдав дань смеховой ее составляющей. А у нас карнавал какой-то самовоспроизводящийся, как вот это вот тоже время, вот эта безумная там пляска опричников, да, во второй серии Ивана Грозного. Сергей, у нас ужас воспроизводящийся, поскольку воспроизводится все время ужас существования, то воспроизводится и реакция на этот ужас. И карнавал. Карнавал и ужас идут рядом. Конечно, конечно, потому что я, надо же как-то с этим жить, надо как-то примерять сознание, надо восстанавливать систему координат. А она все время в клочьях, да, она все время перекошенная. И заставляют ходить, да, под углом. Потому что они объявили вертикалью там 74 градуса, да. И все должны ходить под 74 градуса, ты клоненный, потому что они объявили это вертикалью, да. Это, как знаете, есть ресторан 96 градусов у Бродского, архитектора Бродского, Александра Бродского, в Пирогово. И у него есть, да, да, да. У него есть, да, 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 у него есть, да, постоп, все построено немножко под углом. Да, да, удивительное впечатление происходит. У него немножко концептуальная вещь вполне себе, да. Но вот когда все время под углом жизнь, когда добро и зло поменены местами, когда там Павлик Морозов это герой, да, то, конечно, народное сознание, обыденное сознание постоянно взрывает изнутри эту фальшь частушкой, анекдотом. И в этом смысле череда анекдотов — это истинная история страны и народа, духа. Анекдотов, да. Или, вы знаете, такого позднесоветского цинизма, такого циничного, через губу отношения. Вот я хочу все-таки... Так давайте, вот тут надо договариваться о терминологии. Цинизм первоначально, да, это отрицание нравственных, да, отрицание добра и зла. Разве Давлатов отрицает добро и зла? Я сейчас о другом говорю. Ну, например, как образец этой интонации, да? Нет, к чему я подводил? Все-таки я хочу вернуться к тому, что говорили юмор фараонов. Мы говорили о юморе Сталина. Юмор Путина. Очень интересная вещь. Мы поговорим еще о юморе, о том, как отвечает народ на нынешнюю ситуацию. И там через Болотную, и через Сахарова. Но вот мне очень интересен антропологический сам тип Путина через его юмор. Вот это вот она утонула. Вот такие вот вещи. Мне кажется, что это такой вот... Сейчас я просто закончу свою мысль, что это такой позднесоветский, циничный, прожженный городской фольклор вот такой вот, так сказать, питерского двора, такого, так сказать, позднесоветского среднего класса, который потом уже был институализирован, может быть, и силовиков. То, что мы сейчас видим, типа, все продается, мы все знаем, мы знаем все какие вещи. Конечно, конечно. Вот, и вот этот вот цинизм, он тоже проходит по такой позднесоветской номинации. Ну, я думаю, да. Да, ну, это-то как раз цинизм. Ну, там в чистом виде цинизм. Очень органичный цинизм. Как только он отвязался от имиджмейкеров, да, первое время, помните, он там ходил ровненько, ручки держал, там следил за речи, говорил демократически. За базаром, да. Да, да, как-то следил, говорил то, что написали. А потом он как-то освоился, и из него полезло свое. Родное, родимое, да. И вот вся эта казарма полезла и лезет со страшной силой. Все эти отрезать, чтобы не выросло, замучить пыль, глотать и так далее. Да, она утонула, да, все. От мертвого осла уши. От мертвого осла уши, да. Значит, это все, вот, и цитатки даже вроде из Ильфа, но все это вот на такой вот казарменной почве. Да, разумеется, это вполне органично в его случае. Но бог с ним, повторяю, гораздо интереснее, поскольку он знаковая фигура, то гораздо интереснее про него. И вот здесь, смотрите, как и до всякой болотной, вот как развивался юмор последнего десятилетия, ну, такого условного путинского десятилетия. В 90-е, мне кажется, просел очень сильный юмор после 91-го года. Смотрите, он просел. Это была позиционная проблема, которую я очень хорошо испытал на себе. Потому что первые ельцинские годы было ощущение, что к власти пришли свои. Ну, какие-то свои. Ну, да, ну, пьющие, необразованные, но вроде как не убийцы, да, вроде как, да, какие-то что-то они говорят какие-то вещи, признают какие-то вещи, там, европейские и так далее. И было такое подсознательное, иногда и прямо артикулируемое. Давай, давайте им не мешать, давайте пусть они, не будем им мешать. Они, конечно, такие-сякие валенки, но давайте их не критиковать, а то будет хуже. Потому что альтернатива в виде Макашова-Зюганова, понятно, да, значит, что предвещало. И вот эти несколько лет я очень хорошо помню, когда как-то неловко про него шутить. И я помню, начинались куклы когда. Ну, да, ну, вот этот там косноязычный, этот глуповатый, там, этот какой-то пыльный, да. Ну, что-то можно, этот ошибку, ляп какой-то допустил, этот выпил, да. Ну, вот и все темы. Но почему случились куклы, по большому счёту? Потому что появление кукол просто буквально совпало с войной в Чечне. Потому что когда куклы начинались, это была, задумывалась вообще юмористическая программа. Ну, так вот, что-то про них пошутить, вот там, да, утром в газете, вечером в куплете. Но почти совпало выход, вот просто неделя в неделю, выход первых кукол на декабрь 24-го. И Чечня, и потом, значит, март 95-го, убийство Листьева, да. Первый раз фашист появился, Веденкина фамилия была, первый раз мы увидели живого фашиста в телевизоре, который угрожал тогда. И чеченская война в открытую, да. Вот это, мы впервые это увидели в новейшую, и вдруг стало ясно, что никакие не свои. А в общем, такая же мразь, как и была, да. А то ещё и поопаснее. И в этом смысле вдруг как-то я почувствовал, как я выпрямился и выдохнул. И с меня упали вериги вот этой осторожности, что, ой, ну не надо их трогать, ну ладно, пускай, да. Вдруг я понял, вот что заслужили, то пускай получают. Я перестал тормозить внутренне, да, вот выпрямился. И это совпало с появлением кукол, и это была очень такая важная история, интонационно важная история. А возвращаясь к уже новейшему времени, посмотрите, как эволюционировала интонация. Первые анекдоты про Путина были вполне доброжелательные. То есть там, где он фигурировал, но он фигурировал как такой старший брат среди группы дебилов. Ну то есть он-то нормальный, умный, но вокруг какой-то кошмар. Вот первые анекдоты были такого рода, что вокруг какие-то там, а вот он, ну вроде ничего. Вообще первое время не было анекдотов. Ближе к третьему-четвертому году, опять-таки, смотрите, как совпало. Ходорковский. 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 Стал неприлично что-то не понимать, да? Вот, ну мы-то и раньше что-то чирикали там, я на НТВ, там, Крошку Цахис в 2000-м писал, да? Но уже... Это в первый год уже у власти, да? Да, да, да. Нет, ну мне-то все было с ним ясно. Кстати, вот говоря-говоря о Крошке Цахис, это есть, вы считаете, с его стороны какое-то личное оскорбление, какая-то вендетта здесь, нет? Безусловно, я это знаю, да? То есть я тоже услышал, что... Мне рассказывали, да, так сказать, свидетели реакции этого персонажа, да? Реакция болезненная, это не Ельцин. Это не Ельцин, это другого размера, да? Это не XL. Вы можете быть довольны. В этом смысле, это высшая заслуга. Это не XL, это S. Это S. Размерчик S. Да, небольшой совсем. Болезненная реакция, нервная болезненная реакция. Вот. И бог с ним. Значит, интонация. Интонация. Поначалу была первое четырехлетие, с четвертого... Первое четырехлетие присматривались. Потом примерно с третьего четвертого по восьмой год пошли анекдоты, которые все укладывались в три ячейки, в три лузы. Это были анекдоты провернувшийся страх. Помните, к кадровику приходят, откуда? Я из Питера, не надо сразу пугать. Да, или желе, да, да. Да, 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 желе, да. Желет. Да, да, трясется, да. Значит, анекдоты про страх. Одна кучка. Вторая кучка про деградацию. Овощи тоже будут мясо, напоминаю. Да, да, да. Когда уже рассмотрели, когда уже рассмотрели хорошенечко и Байкал Финанс Групп, и Питерский Копертифозера, и появился анекдот, это был предвыборный анекдот, восьмого года еще. Он тестирует преемника, еще даже по имени Медведев не было, поэтому я точно диагностирую, что это седьмой год. Он тестирует преемника, разговор идет, и он тестирует преемника так, он спрашивает, сколько будет дважды два. Тот говорит, как всегда, Владимир Владимирович, один мне, три вам. Этот анекдот закрывает тему, да? Не знаю. Вот вы смеетесь, вы смеетесь, и это означает, что это правда, да? И не нужно никакой прокуратуры, вы смеетесь, и все смеются в голос, да? Это означает, что правда. Так вот, вот эти три анекдота, страх, коррупция и убожество, на эти три темы до восьмого года, девятого года. В десятом году я услышал новый анекдот. Новый анекдот, он звучал так, ходит человек в десятом году, до всякой болотной, до всякой площади проспекта Сахарова. Анекдот звучал так, ходит человек в автомобильной пробке, стучится в окна машин, говорит, террористы захватили Владимира Владимировича Путина, грозятся сжечь, облить бензином и поджечь. И собираем, значит, выкуп 10 миллионов долларов, значит, вот ходим по машинам, кто сколько даст, и мужик отвечает, литров пять да. Да? Это анекдот десятого года. Этот анекдот был немыслим еще в восьмом. Ну, остервенение, да, озлобление, агрессия уже, встречная агрессия на администрацию достигла этого пика, когда уже этот анекдот зафиксировал уровень температуры. И когда я услышал этот анекдот, ну, у меня как бы все, значит, все ходы записаны, я об этом писал, ребята, что-то изменилось. Это было за год до Сахарова, за год до Болотной. Я писал, это другая страна, там, где появился этот анекдот. Вот мы по советской, по советской стране помним, по прошлому витку, что от появления такого анекдота до конца строя максимум 10 лет, да? Вот Советский Союз погиб не в тот момент, когда подписали Беловежские соглашения, а когда стало можно рассказывать анекдоты про Брежнева, про сиськи-массиськи, и все понимали, что уже ничего не будет, да? Все, распад. Когда уже слово коммунизм, иначе как с усмешкой, нельзя было произнести. В 80-м, в 70-х годах уже, в конце 70-х. Человек, который говорил о коммунизме, он был либо идиот, либо провокатор. Ничего третьего, да? Дальше это может длиться какое-то время, мы знаем по советскому, какое-то время еще может длиться. Но эпоха закончена. Когда раздался такой смех, это как иерихонские трубы, от него падают стены, да? От такого смеха падают стены. И посмотрите, кстати говоря, Болотная дала... Почему еще есть некоторый исторический оптимизм? Посмотрите, какой креатив в этом протесте. Да, да. Как это весело было. Как это было весело. Потому что я своими глазами в Питере на митинге увидел этот транспарант, потом он гулял по Фейсбуку, а я видел своими глазами, я говорить, я зашел на трибуну что-то говорить, я не мог говорить, меня разорвало смехом. На транспаранте было написано, вы нас даже не представляете. Поздравляете после выборов. Это гениально. Это такой респект авторов. Ну как? А девочка, милая девочка с транспарантиком на Сахарова, мы понимаем, что вы хотите третий раз, но у нас голова болит. Ну это очень хорошо. Это весело. И в этом веселье есть какой-то очевидный для меня оптимизм. Оптимизм. Потому что побеждает веселое. Угрюмое не побеждает. А обратите внимание, просто для меня профессионально разница между то, что сравнивают Сахарова и Поклонную, разница не в том, что эти против Путина, эти за Путин. Разница в том, что там было весело. А тут было угрюмо. Угрюмо. Эти люди ничего кроме угрюмства и агрессии из себя произвести не могли. На Сахарова тоже были люди агрессивные. Но они не составляли большинство, очевидно. Большинство составляло веселое, ироничное, самодостаточное сословие. Это очень важно. И вот, знаете, да, чтобы, уже подходя ближе к концу нашему эфира, зациклить вот это вот все. К вопросу о теме смеха, юродства и карнавальной культуры. Ведь это же к вопросу о пусть и раят, о том, что сейчас происходит. Мне кажется, вот здесь просто в каком-то призме сошлось все, собственно, коллизии русской культуры. Не только нынешнего путинского периода. Да, совершенно паразитно. А именно вот это, так сказать, карнавальное вот это вот действие. И вот та вот самая угрюмая, да, простерла мрачные крыла Россия, которая вот сейчас вот восстала и не может... Абсолютно. Это встретилось не... Это пытаются они представить, как столкновение христианства с бесовщиной. Да? Не так это все. Это столкновение веселого, живого духа, да, с мертвичиной. С мертвичиной. И совершенно очевидно, что вот это поразительно, но вот тут действительно дух дышит, где хочет. Поразительно, что на этих трех девочках, которые не являются предметом моей эстетической страсти, да, так сказать, мне далеко не близко то, что они делают, но каким-то образом действительно вот луч сошелся здесь, да? То есть как это вот то, что вы говорите, да, заостренная истина. То есть, видимо, была какая-то истина, они наступили на какой-то нерв, так что там взвились все. Да. Богородица Путина, Прагани, называется этот нерв. И поразительно, что он это воспринял совершенно предметно. Ведь совершенно очевидно, что они сидят, потому что он велел, чтобы они сидели. Нет никаких других оснований ни в законе, ни в логике политической жизни, да? Это, как все сейчас, что происходит в России, это его воля. С той стороны транслируется воля одного человека. Или ее преломление в мутном сознании других людей. Ну, по крайней мере, сигнал послан именно этот. Он это воспринял совершенно предметно. И это в 21 веке довольно поразительно. Он это воспринял болевым. Мне кажется, что Богородица помаленьку прогоняет. Ну что ж, мне кажется, из всего, что сейчас прозвучало в этот последний час, в этом эфире, мне больше всего запомнились слова Фазилии Скандера о том, что сатира — это оскорбленная любовь. И вот это невероятно важно понять, что весь тот смех, вся та горечь, вся та желчь, которая иногда произливается, она не от пустоты и не от бесовщины. Она именно от любви. И, собственно, все, о чем мы говорили, это, как парадоксально это не звучало в конце нашего эфира, это именно о любви к России. Че? Так, вы знаете, от пустоты становятся доверенными лицами. Я думаю. От любви смеются. От любви смеются. Ну что ж, у нас в гостях был сатирик, правозащитник, писнет. Нет, не правозащитник, не будем говорить. Нет, я поправляю не потому, что мне не нравится это слово, оно, это просто слово очень высокое. Я имею честь знать некоторых, и знать нескольких правозащитников, и не все из них живы, да, это смертельно опасная работа здесь, поэтому просто я ей не соответствую. С сатирикой писатель Виктор Шендерович. Спасибо. Спасибо вам. За пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.